А вы в курсе, что с начала года под кубанским солнцем отдохнули около 16 миллионов туристов? Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Итоги прошедшего летнего сезона и планы на предстоящем были подведены на большом выездном совещании в городе Туапсе. Его провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. И перед совещанием он посетил гостиницы и санатории муниципалитета. Какую работу над ошибками проведут к началу следующего летнего сезона и чем будут удивлять туристов, расскажем в нашем сюжете. Лежа в этом бескрайнем бассейне с видом на море и горы, может показаться, что ты далеко за границей. Но это село Небук в Туапсинском районе. Сочетание природы и современных технологий, собственный пляж и ресторан с авторской кухней – все это аргументы Кубанского побережья против зарубежных курортов. Это как раз тот случай, когда туристы едут не только за профессиональным сервисом, но и за местным колоритом. Подобные гостиницы и отели – это новое лицо черноморских курортов. Их состояние сегодня оценил Вениамин Кондратьев. Новый отель в Небуге – это реализация инвестиционного проекта. Уже совсем скоро откроется еще один корпус. Эффект от появления подобных объектов колоссальный. Колоссальный и внутренний, и репутационный. В целом мы создаем настоящую курортную инфраструктуру высочайшего уровня. Выигрывает, конечно, это в целом и Туапсинский район, но и курорты нашего края. Пляжный отдых тут же конкурирует со здоровительным. В 10 минутах езды от современного отеля – уютный санаторий. Лечение проходит с видом на море. Здесь тебе и целебные грязи, и углекислые ванны. А в фойе работают бюветы с минеральной водой. Одно из самых популярных мест в санатории. Не прошел мимо и Вениамин Кондратьев. Он попробовал воду, а заодно и пообщался с отдыхающими. А вы откуда? Я из Самары. Из Самары. Вам тоже понравилось? Очень. Я стремлюсь сюда, да. Я стремлюсь, потому что здесь с каждым годом лучше, а не хуже. Лечебная база есть, и питание нормальное, и все очень близко. Знаете, вот самая лучшая реклама – это реклама, которая звучит из уст людей. Простых людей, тех отдыхающих, которые здесь сами побыли, сами отдохнули, сами увидели, на себя все прочувствовали. Я уже здесь не первый раз. Я тоже. Еще раз, за вас, чтобы все вот. А за меня. И за вас тоже. В условиях рынка привлекать туристов нужно нестандартными предложениями. И подобные бесплатные бюветы как раз могут стать и решающим аргументом кубанских санаториев в споре за постояльцев. Санаторно-курортная отрасль находится в рынке. Вы также находите те точки, которые должны вам дать конкурентное преимущество на рынке. И вот сегодня это конкурентное преимущество нужно находить в бювет. Я считаю, это одна из точек, которая и является конкурентным преимуществом вашего уже санатория по сравнению с другими санаториями на курортном рынке. И сегодня человек, который приезжает, это не только море, великолепно. Великолепные номера. Столовая, ее даже не назовешь, это ресторан, можно сказать. Еще и бювет, лечебная вода. Это все в совокупности уже и позволяет вам не только сегодня хорошо жить, но и уверенно смотреть за прошлый день и развиваться. Борьба за туристы – это уже не просто метафора. Конкуренция на курортном рынке такая, что удержать отдыхающих пытаются любыми способами. Фестивали, новые экскурсионные маршруты, только лечебных и оздоровительных программ в кубанских здравницах больше 500. Однако все это может отойти на второй план, если не решить проблемы с коммунальной инфраструктурой. С нынешнего года примерно в 9 раз увеличили финансирование программы по модернизации сетей и готовы дальше выделять на это деньги, рассказал губернатор Кубани на совещании по развитию санаторно-курортной отрасли региона. Не может быть качественных курортов без качественного электроснабжения, водоснабжения, канализации качественной. Не может быть. Все остальное это будет профанация. Отключение света, отключение воды, аварии с канализацией. Все. Хоть что делать. Не поедут. А если приехали, уедут. На водоснабжение и водоотведение в этом году мы выделяли 770 миллионов рублей. А на следующий год мы заложили практически полтора миллиарда. Эта сумма, она, понятно, не такая большая и надо намного больше, чтобы комплексно решить эту проблему. Но, тем не менее, хотя бы каждый год, если полтора миллиарда-два будем выделять, а мы постараемся это делать, по крайней мере, мы своими силами эту проблему решим. Помочь в этом должен и курортный сбор. Полученные деньги пойдут исключительно на развитие туристических зон. Только за три с половиной месяца в Краснодарском крае собрали 82 миллиона рублей. Размер платежа на Кубани один из самых маленьких в России. 10 рублей с человека в сутки. При этом жители региона освобождены от сбора. Туристы, большая часть, достаточно лояльно относились к этому эксперименту, потому что информирование было заблаговременно до того, как начался эксперимент. Сумма хоть и небольшая, которая взимается за проживание в период эксперимента, но, тем не менее, чем больше поток, соответственно, тем больше инвестиций. Санаторно-курортный комплекс Кубани – привлекательное место для инвесторов. Турпоток растет с каждым годом. На сегодняшний день в регионе отдохнули уже больше 15,5 миллионов человек. Чтобы удовлетворить спрос, нужно развиваться. Но для этого просто необходимо навести порядок в прибрежной застройке, считает глава региона. Очень важно нам всем понимать, что мы должны оставаться курортным регионом. Если мы говорим про курорты, то мы должны сохранить курортную составляющую, в том числе и возможности строить современные новые курорты, а не отдать их под частную застройку. Если мы будем создавать санаторий, гостиницы, пансионаты, мы выигрываем. И приобретаем большую устойчивость на рынке. А если мы по дешевке, неважно какие деньги, отдаем это под жилую застройку или под частную, то мы проигрываем. Поэтому здесь тоже должна быть принципиальная позиция и вас, как представители санаторно-курортного комплекса, по тому, чтобы выражать и свое несогласие, а в том числе с непонятной застройкой. Для того, чтобы не ждать от совещания к совещанию, а выходить с профессиональными вопросами и предложениями напрямую к властям Краснодарского края, Вениамин Кондратьев предложил представителям санаторно-курортной отрасли объединиться и создать собственную ассоциацию. И тут же на просьбу зала построить дорогу для частной гостиницы к пляжу за бюджетные деньги. И губернатор предлагает все-таки идти навстречу друг другу. Вы все хотите жить в рынке, зарабатывать по-рыночному, да, безусловно, платить налоги. А вот методы называете, такие, знаете, советские, административно-командные. То есть мы будем зарабатывать, а вы нам все создаете. А потом мы создадим, а вы еще и цены потом поднимете. Ну, так не бывает. Это как-то игра в одни ворот. Вот. Инфраструктура курортная, она тоже зависит и от того, насколько вы будете активны. Мы готовы сесть за большой круглый стол, и я в том числе. И тогда мы договоримся. Мы вкладываем себя в инфраструктуру дорожную, а вы вкладываетесь в строительство отелей. И подпишем это соглашение. Санаторно-курортная отрасль – это отрасль экономики. Она состоит же из бизнеса. Поэтому давайте посредством уже партнерства государства и частников оплиять стратегические пути развития. На совещании речь зашла и о кредитовании курортного бизнеса. Для Кубани это стратегическая отрасль, такая же, как и сельское хозяйство. Поэтому Вениамин Кондратьев попросил своих заместителей проработать вопросы с банками. Возможно, по аналогии с агропромышленным комплексом получится разработать программу льготных кредитов и для тех, кто занимается санаторно-курортной отраслью. Александр Иванченко, Яна Бузычкина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Туапсинский район. За развитие санаторно-курортной отрасли в городе Сочи отвечает Сергей Домарат, начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Добрый день. Рады вас видеть в нашей студии. Ну, Сочинское управление курортов и вы лично принимали участие в большом совещании, которое в Туапсе провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Какие основные задачи перед муниципалитетами, перед профильными управлениями в городах, районах края поставил сегодня губернатор? Да, конечно. Мы приняли участие с руководителями наших санаторно-курортных организаций города Сочи в этом совещании. Ну, есть определенный перечень основных направлений, которые были указаны губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Ну, первое – это, конечно же, развитие яхтенного туризма, развитие организации морских круизных перевозок. Ну, в этом отношении мы уже провели определенную работу. Было проведено, значит, первое заседание рабочей группы по оказанию содействия в организации круизных морских перевозок. В этом совещании приняли участие как наши местные туроператоры, так и федеральные туроператоры. Также мы пригласили представителей туристского сообщества, значит, Турции и Болгарии. Идея в чем? По аналогу с маршрутом князя Владимир, ну, как вы знаете, он из города Сочи переезжает в Крым, сделать подобный пассажирский маршрут, но немножко большего масштаба. То есть задействовать практически всю акваторию Черного моря, начиная от города Сочи, переезд потом в Турецкий Трабзон, потом Болгария. И вот как бы зацикливать этот маршрут. Но впоследствии, может быть, еще добавится и Грузия. То есть в этом направлении мы уже начали взаимодействие. И следующий этап – это уже проработка каждой из стран технических вопросов организации этого маршрута. Следующее, о чем говорил Венин Иванович на совещании, это необходимость принятия нормативного акта на федеральном уровне, регламентирующего порядок паспортизации пляжей Краснодарского края. Ну и здесь мы уже провели определенную работу. У нас с решением городского собрания города Сочи утверждены правила благоустройства на территории города Сочи, и которыми утверждены требования к пляжным территориям, в том числе и паспорт благоустройства пляжа. Таким образом, в этот летний сезон уже у нас практически все пляжные территории имели такой паспорт благоустройства. В этом паспорте указаны все технические параметры, предъявляемые пляжем, указаны все схемы элементов благоустройства пляжа. То есть это тот образец, которому необходимо привести пляжные территории. И мы уже в этот летний сезон сверяли реальную картину с той картиной, которая была зафиксирована в паспорте благоустройства. Следующее, это, конечно же, Вячеслав Иванович поручил нашему профильному министерству курортов и туризма Олимпийского наследия Краснодарского края организовать в этот зимний сезон, как и все предыдущие, зимний штаб координационный в горном кластере, для того, чтобы мы могли оперативно реагировать на все возникающие проблемы, их решать, находясь на месте в Красной Поляне. Также он обозначил вопрос о необходимости разработки единого макета внешнего облика, экскурсионных павильонов и поручил каждому из муниципалитетов разработать такой макет с учетом облика единого архитектурного, который присущ каждому из муниципалитетов. Такой макет должен быть разработан, направлен на согласование в администрацию Краснодарского края и к следующему летнему сезону уже все экскурсионные павильоны должны выглядеть единообразно на территории каждого из муниципалитетов. Помимо этого еще давалось поручение нашему департаменту потребительской сферы Краснодарского края о необходимости разработки продовольственной корзины, состоящей из продукции кубанских производителей, для того, чтобы впоследствии можно было эту корзину интегрировать в работу наших предприятий санторно-курортного комплекса, в объекты общественного питания. Такое поручение тоже было дано, и мы считаем, что с этой работой мы также справимся. Ну вот примерно основные темы, которые были озвучены на этом совещании. Ну есть еще ряд тем, которые также были подняты. Например, развитие оздоровительного отдыха, который сегодня достаточно уже успешно конкурирует с пляжным отдыхом. Что можете сказать о лечебной базе курорта, о развитии бальнего водолечения, и вот какие задачи тоже региональными властями были поставлены в этой связи? Ну да, на самом деле город Сочи, он издавна был основан как всесоюзная здравница. Значит, санатории, которые были размещены на территории нашего города, они заполнялись по государственному плану. На сегодняшний день у нас на территории города порядка 65 санаториев действует. Примерная общая средняя загрузка, общегодовая, у них составляет 82%. И мы понимаем, что для того, чтобы загружать наши здравницы, у нас есть летний сезон, когда проблем с загрузкой нет, есть зимний сезон. И есть низкие месяцы, в которых у санаториев есть определенные сложности, связанные с тем, что не хватает им туристов. И для этого были разработаны несколько программ оздоровления. Такие программы, как «Открытый юг», следующая программа – это «За здоровьем в Сочи» и краевая маркетинговая программа «Южная здравница». Если говорить по поводу программы «Открытый юг», но ей уже более 15 лет, по этой программе возможно за 1300 рублей оздоровиться в наших здравницах, получить трехразовое питание, лечение. Но она уже всем известна, мы ее очень активно продвигаем на всех уровнях. Следующая программа – это «За здоровьем в Сочи». Это достаточно новая программа, она молодая, и они взаимодействуют уже не только с санаториями, но и с пансионатами на территории города. Но принцип тот же. И вот у них уже есть достижения. Значит, они определили один из объектов – это в поселке Лао, оздоровительный комплекс Илона. И за 1150 рублей уже в межсезонье возможно в нем отдохнуть, также получить оздоровление. Ну и краевая маркетинговая программа «Южная здравница», она позволяет отдыхать в наших здравницах со скидкой от 5 до 50% в зависимости от здравницы. На базе больших, крупных наших санаториев в городе Сочи уже разработаны специализированные лечебно-оздоровительные программы. Программы эндоэкологической реабилитации. Это очистка организма на клеточном уровне. Помимо этого, особым вниманием в последнее время пользуются программы снижения веса, антистрессовые программы и другие. Что касается больного лечения, то здесь хотелось бы сказать, что у нас во многих санаториях уже существуют свои здания с питьевыми бюветами. Они используют привозную воду. Это пластунская вода, она подлежит у нас транспортировке. Здесь проблем нет. В муниципальных бюветах наших тоже пластунская вода. Но есть несколько санаториев, которые создают свою минеральную воду. То есть они берут чистую воду и обогащают ее минералами, необходимыми для организма, и дают своим гостям. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться еще ко всем жителям города Сочи о необходимости выполнять рекомендации по больнио-водолечению, а именно за полчаса перед приемом пищи необходимо принимать воду. Естественно, минеральная вода, это у нее курс приема примерно несколько, два месяца, а не больше. А все остальное время нужно употреблять обыкновенную воду. Из расчета определенного соотношения масса организма должна быть индивидуальная норма потребления. Еще хотелось бы отметить тенденцию о том, что у нас и гостиничные комплексы начали применять в своей работе и водолечения, и больного лечения. Такие гостиничные комплексы, как, например, «Жемчужина», потом «Бридж-резорт», ну, всем известный «Роза Спрингс», они все изначально были созданы как обыкновенные гостиницы, но теперь в каждом из них есть лечебные кабинеты, и также в них прописывают определенные медицинские процедуры. Понятно, что это в более сокращенном масштабе, уровне, но все-таки люди могут в том числе и получить и больного лечения, находясь просто в гостиничном комплексе, приехав в город Сочи. Ну, все-таки в Сочи приезжают туристы не только за пляжным отдыхом, не только за оздоровлением, но и за какими-то яркими впечатлениями. И как раз-таки на совещании в ТОП с Авенемин Кондратьев подчеркнул, что туристов нужно привлекать какими-то нестандартными предложениями. Какие виды экскурсии наиболее популярны сегодня для туристов в городе Сочи? Есть ли какие-то, может быть, уникальные маршруты, уникальные объекты показа, за которыми именно сюда едут туристы? Ну да, на самом деле все более и более популярными становятся у нас активные и экологические виды туризма. Это такие виды туризма, как, например, морские прогулки на яхте, выход в море на раннюю утреннюю рыбалку, или это дайвинг, погружение с аквалангом. Помимо этого, конечно, горные тропы, горного Кавказского хребта ждут наших гостей. На территории биосферного заповедника у нас уже созданы 18 экологических пеших маршрутов, которые в этот летний сезон пользовались повышенной популярностью. В Розе-Хутор в этот летний сезон также был создан природный парк водопадов Менделиха. Ну а если говорить о нестандартных видах туризма, то здесь у нас Пальму первенство, конечно, держит Лазаревский район. В этом году там открылся новый объект показа Салахаул Парк. Он предлагает нашим туристам доехать до самого объекта на БТР, который был переделан для перевозки туристов. На самом объекте большое количество разных спортивных активностей, в том числе, возможно, подняться на воздушном шаре, посмотреть панораму нашего города. Помимо этого, очень большой популярностью в этот летний сезон пользовались полеты на парапланах. У нас практически каждый горноужный курорт предлагал эту услугу нашим гостям. С высоты примерно 200-300 тысяч метров над уровнем моря можно было полетать на параплане. Длительность полета примерно 15-20 минут, но это незабываемые 15-20 минут, о которых люди потом долго будут рассказывать и своим друзьям. Это тоже своего рода реклама, которая будет по приезду к себе домой, люди будут передавать своим знакомым. Помимо этого, у нас на курорте Альпика-сервис, который был недавно открыт, на самой верхней части была построена баня. Баня с видом на горный Кавказский хребет, с видом на Черное море. Это достаточно такое тоже интересное место, и люди очень активно пользовались этой услугой в этом году. Помимо этого, конечно, никто не забывает про нашу горную пивоварню в Эндемик, в поселке Медовеевка, до которой также можно добраться, в том числе и на квадроциклах. То есть большое количество активных, нестандартных видов туризма на сегодняшний день у нас в городе присутствует. Я хочу подчеркнуть, что с каждым годом их количество растет. Вот я только перечислил те, которые появились в этот летний сезон. Ну да, то есть город Сочи готов удивлять туристов. Конечно. Но еще одна важная тема, поднятая на краевом совещании, это курортный сбор. Я приведу несколько цифр. За три с половиной месяца на Кубани в целом было собрано 82 миллиона рублей. И размер платежа, я напомню, всего 10 рублей с человека. Это минимальная сумма по России. И от нее освобождены жители региона. Каков вклад города Сочи в эту общую сумму в 82 миллиона? И вообще, насколько туристы, которые приезжали сюда в Сочи на отдых, вообще были лояльно настроены к этому эксперименту? Да, на самом деле у нас введен курортный сбор. По состоянию на 1 ноября, примерно сумма, которая была собрана на территории города Сочи, это 50 миллионов, что в общей корзине Краснодарского края составляет 59%. Это по городу Сочи, а остальные проценты – это все оставшиеся города. Ну, естественно, изначально туристы, некоторые туристы, не очень положительно относились к этой инициативе. Но потом, впоследствии, понимая, что сумма достаточно незначительная, потому что 10 рублей, ну, по сути, они в сильной роли не играют для принятия решения туристов, они, конечно, уже более лояльно относились. Но вначале вот у нас порядка 200 человек за первые два месяца отказались от того, чтобы заплатить этот курортный сбор. Но нам пришлось в силу закона применить к ним административную ответственность. Ну, естественно, они поняли, что вместо того, чтобы они могли заплатить 30 или 40 рублей, или 70, им пришлось заплатить полторы тысячи. Это как бы, ну, существенно влияет на решение людей. А уже решено, куда будут направлены эти деньги, собранные благодаря курортному сбору? Да, конечно, решено. Во-первых, решение было принято самими сочинцами. На сайте было проведено голосование. Но окончательное решение будет принято, конечно, в Общественном совете при Министерстве по курортам и туризму, Олимпийскому наследию Краснодарского края. Но основные направления, на что планируем потратить эти деньги, в первую очередь, это, конечно же, замена лавочек на всех набережных города Сочи. Помимо этого, установка еще теневых навесов для того, чтобы в период, когда солнце наиболее активное, люди могли спрятаться от него. Замена урн. И на некоторых пляжных территориях не хватало туалетных комнат. Поэтому мы планируем приобрести современные туалетные модули и установить там, где их не хватало. Но теперь я предлагаю поговорить о реализации долгосрочной краевой целевой программы Краснодарского края, которая называется «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса». Ее координатором является Министерство курортов, туризма, Олимпийского наследия Кубани. И как раз таки в прошлом году, согласно краевой целевой программе, городу была направлена, предоставлена субсидия на софинансирование. И эти деньги были направлены на организацию мероприятий по содержанию территории Олимпийского парка. Расскажите, какие конкретно работы были проведены на краевые деньги в Амеретинской низменности? Да, действительно, на содержание Олимпийского парка у нас из краевого бюджета выделяются финансовые средства. Город Сочи также здесь участвует в рамках софинансирования. На 2018 год для содержания Олимпийского парка площадью 504 тысячи квадратных метров выделено 380 миллионов. Эти средства идут в основном на благоустройство территории, приведение в надлежащий вид зеленых насаждений, клумб, содержание самой чаши Олимпийского огня, потому что ее требуется постоянно чистить, восстанавливать. Потому что Олимпийский парк, по сути, является визитной карточкой города Сочи. Мы провели анализ направлений экскурсионных потоков в этот летний сезон наших туристов. Конечно, первое место – это Олимпийский парк и Красная Поляна. Поэтому мы просто не имеем права, чтобы на этих территориях были какие-то проблемы. Примерно вот такая вот ситуация. Ну да, и подтверждение тому – 4 миллиона туристов практически в прошлом году отдохнуло на территории Олимпийского парка. Ну и снова по краевой программе хотелось бы поговорить. И еще один ее пункт – это создание условий для круглогодичного функционирования предприятий санаторно-курортного комплекса. Вы уже затрагивали эту тему. Но тем не менее, если подробнее, как удалось сделать Сочи круглогодичным курортом и какая работа в целом была проведена для этого? Да, приоритетными направлениями в развитии нашего города является, конечно же, популяризация лечебной составляющей нашего курорта. Это реализация наших программ «Открытый юг», «Сочи за здоровьем», «Южная здравница». Но мы понимаем, что для того, чтобы продвигать наш город, чтобы туристы к нам приезжали, нельзя останавливаться и нужно из года в год проводить определенные маркетинговые мероприятия. Так вот в этом году провели презентацию нашего курорта в четырех городах – это Калуга, Тула, Рязань, Пенза. Также в этих презентациях принимали участие руководители санаторно-курортных организаций города. Мы собираем весь актив этих городов и приглашаем приезжать к нам в город. Здесь же проходят воркшопы, организации заключают договора, ну и таким образом мы помогаем нашим санаторно-курортным организациям заполняться в течение всего года. Помимо этого мы также принимаем участие в больших международных выставках. В этом году это были МИД и Интурмаркет, которые проходили в Москве. Мы принимаем в них участие как отдельным нашим стендам муниципалитета. Также отдельно в этих выставках принимают участие наши горнолыжные курорты. Каждый из курортов выступил в этом году с отдельным стендом. И помимо этого еще на консолидированном стенде Краснодарского края также был представлен город Сочи. Поэтому мы там очень нас услышали. В этот зимний сезон мы планируем посетить еще пять городов. Естественно, эти города мы не сами выбираем, мы советуемся с федеральными туроператорами. Они уже анализируют свои базы и видят, в каком из городов наибольший спрос предъявляется к посещению города Сочи. Это у нас будут, скорее всего, Сургут, Екатеринбург, Нижневартовск, Самара и Воронеж. Помимо этого, мы также принимаем участие в туристских форумах, которые проводят федеральные туроператоры. В прошлый зимний сезон в феврале туроператор «Энтурист» проводил большой форум по крупным городам страны. Это был Екатеринбург, Уфа, Самара, Казань, Санкт-Петербург. И в каждом городе он собирал свои агентства и презентовал те направления, куда планируют возить туристов в очередной, ну вот уже в сезон 2018 года. Мы на этом форуме, естественно, выступали с презентацией города Сочи, у нас была стойка, мы предоставляли всем раздаточные материалы. Чем хороши эти форумы, тем, что на них приходят именно те турагентства, те предприятия, которые контактируют непосредственно с потребителями этой услуги. Потому что есть масштабная реклама, компания в рамках страны. Естественно, она не по силам нашему городу, бюджетам нашего города. Но она проводится благодаря руководству страны в рамках популяризации тех мероприятий, которые проходят в городе. Параллельно, косвенно, получается реклама и нашему городу. А есть еще реклама, которая проходит непосредственно в отношении турагентов, тех предпринимателей, которые общаются с конечным потребителем на местах. Вот здесь мы, конечно, можем принять участие и донести до них наши возможности туристские. И это очень важно делать из года в год, просто потому, что вот эти частные маленькие турфирмы, которые находятся во всех маленьких городах на территории Российской Федерации, они зачастую, специалисты меняются или закрываются, или открываются новые фирмы. Поэтому ежегодно необходимо до них повторно доносить наши возможности, наши инновации туристские и доносить те программы, которые работают в наших городах, в нашем городе. Помимо этого, мы приняли участие в онлайн-выставке впервые в этом году. Она называется «Знай наши». Она прошла весной. По анализу той аудитории, которая посетила наш сайт, его посетило порядка трех тысяч агентов, которые заинтересовались, которые посмотрели нашу онлайн-презентацию и посетили наш онлайн-стенд. Онлайн-стенд из себя представляет, это, по сути, презентация наших туристских возможностей города и с кратким описанием для того, чтобы можно было эту информацию уже передать конечному посетителю. Также, естественно, вот если вы, наверное, знаете, что в этот летний сезон к нам начал летать «Аэрбалтик», который связал город Сочи и Ригу, также наша делегация ездила в Ригу, презентовали город Сочи, наши предприятия презентовали город Сочи для того, чтобы турпоток иностранных туристов также увеличился в следующем году в наш город. И уже есть решение о том, что и в следующий летний сезон, начиная с мая по октябрь, «Аэрбалтик» также организует этот регулярный рейс в город Сочи. Еще одно крупное мероприятие, которое вы не упомянули, потому что оно еще только грядет, в ноябре, Международный туристский форум. Что это за форум и как Сочи к нему уже сегодня готовится? Все-таки мероприятие крупное, международное. Да, это, по сути, уже визитная карточка нашего города. Он уже будет проведен у нас в пятый раз. В этом году он пройдет 22-23 ноября в Адлер-арене. Этот туристский форум включает в себя, помимо непосредственно деловой части, еще проведение выставки «Курорты и туризм» с выставлением всех предприятий санторно-курортного комплекса города Сочи. Помимо этого будет выставка «Гостиничный и ресторанный бизнес». Помимо этого будет проведен конгресс «Стратегические вопросы и практические решения для внутреннего и въездного туризма в России». Помимо этого крупные туроператоры, которые приедут на этот форум, они будут проводить инфотуры для своих агентств. Они специально привезут с собой те агентства, которые посчитают нужными, для того, чтобы их провести по нашим санаториям, по нашим объектам туристского показа, чтобы те воочию убедились уже о нашем туристском потенциале. Мы ожидаем более 250 стендистов в этом году на форуме, более 5000 человек участников. Это представители туротрасли не только города Сочи, но и Российской Федерации. Потому что в рамках этого форума еще будет проходить конгресс турагентств, который пройдет в Розе Хутор. И все турагентства, которые приедут туда, мы их также приглашаем на наше мероприятие. То есть стараемся наполнить наш турфорум с максимальной пользой для всех участников турбизнеса. И в этом году мы планируем, не планируем, а это уже реализовывается, на сайте организаторов форума есть возможность запланировать деловую встречу на стенде администрации города Сочи. То есть все желающие, которые приедут из российских городов к нам на форум, они заранее смогут выбрать тот санаторий, с кем бы они хотели встретиться, назначить время этой встречи и встретиться с ним на нашем стенде администрации города Сочи. Такой вот сервис у нас впервые в этом году. Это очень интересно. Ну, в крае сегодня также активно развивается агротуризм, и сегодня регион предоставляет гранты в форме субсидий победителям краевого конкурса, который называется «Лучший объект сельского туризма в Краснодарском крае». Принимали ли сочинские предприятия участие в этом конкурсе? Может быть, есть победители? И насколько вообще такие конкурсы необходимы для развития агротуризма в крае? Ну, естественно, да, сочинские предприятия принимали участие в этом конкурсе. В этом году наша агротуристическая ферма «Экзарха» заняла второе место по краю как лучший агротуристский объект. Но мы считаем, что вообще участие в конкурсах – это обязательное условие, потому что они стимулируют наши предприятия к дальнейшему развитию. Они видят, что происходит на территории края. Они могут совершенствовать свои сервисы на своих объектах. Поэтому считаем, что участие в конкурсах – это обязательно. Ну и вообще, в целом, агротуристское направление, оно, конечно, развивается у нас в городе. У нас есть и этнографический комплекс «Вольница», и «Дом чая», и есть «Виноградари Адлера». Это предприятие, где можно проследить полностью процесс приготовления вина. Это, опять же, повторюсь, наш Лазаревский район со своими производителями меда, производителями сыров. Достаточно интересные направления, и они пользуются большой популярностью у наших туристов. Да, все это, конечно, делает Сочи еще более привлекательным. Ну и в завершении нашей программы хотелось бы немного цифр. Завершился летний сезон, грядет зимний. Каковы итоги летнего и каковы планы на предстоящий сезон? Ну вот по состоянию на 1 ноября город Сочи посетило уже 5 миллионов 700 человек. Если говорить о летнем сезоне, то это примерно 3 миллиона 600 человек. К концу эти все цифры, они демонстрируют, что примерно у нас на 2% турпоток в этом году возрос. К концу этого года мы планируем прийти к цифре 6,5 миллионов человек. То есть это примерно тот же уровень туристов, который был и в прошлом году. Такую задачу мы себе ставим. Но я вижу, что по темпам турпотока мы выполним эту задачу. Активно бронируют на зиму туристы? Да, очень активно. Бронирование уже началось. Глубина продаж приличная. Поэтому мы собираемся начинать уже сейчас взаимодействовать с нашими предприятиями горного кластера. Мы их будем обследовать с точки зрения антитеррористической безопасности, с точки зрения уровня сервисов, которые они предоставляют. Появляются новые объекты, их надо тоже классифицировать, их надо включать в общую базу. То есть работы непочатый край, поэтому уже сейчас начинаем готовиться к зимнему курортному сезону. Ну, вам удачи в вашей работе и ждем гостей. Спасибо большое. Спасибо. Я напомню, что гостем нашей студии сегодня был Сергей Дамарат, начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи. Спасибо огромное. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин